Если ты не гей, то на лайк нажми скорее. Ха-ха, дорогие друзья, всем здорова, гангстеры! Я, короче, зашёл на Аризону, GTA 5, ролеплей. И меня позвали на гламурную тусовку модников, которая будет происходить в казино. У меня на этот случай есть фишки с казино, я недавно поставил миллион на число и выиграл там 36 миллионов, и всё ещё эти фишки не обналичил, и я думаю, на эту тусовку-то я попаду. Но вы посмотрите, как я выгляжу. Во-первых, я просрал свои кроссовки давным-давно, ну, месяц назад. Я, короче, просрал в споре с Филиппином кроссовки и отдал ему или другому какому-то пацану. Короче, я босоногий поц, вот по факту. У меня, в общем-то, спортивки Air Jordan, это нормальная одежда, Palm Angels, я модный, молодёжный, но мода идёт стремительно, именно поэтому я закинул 13 тысяч рублей, получил 15 тысяч азакоинов и купил 20 тысяч купонов, которые мы едем тратить, пацаны, в ЦУМ. Эта серия, вот, ну, реально, таких серий я практически не делал, но я хочу её сделать. Мы реально едем тратить бабки в ЦУМ, сейчас будем надевать на персонажа 13 тысяч реальных рублей. Я вам, к слову, говорю, за 13 тысяч рублей. Ну, вот, полгода назад можно было точно Air Jordan купить нормальные, вот, плюс-минус по цене. Конечно, за 13 тысяч рублей особо в ЦУМе-то не погуляешь, я не знаю, что можно там за 13 тысяч купить, кроме как какую-нибудь маленькую подвеску, очень маленькую, короче, или духи, может. Ну, какая-нибудь такая простая херня. Ну, можно, можно там кинзо какой-нибудь найти за 13, но это не важно. Сейчас мы едем реально на гламурную улицу с Вайнвода, поставь лайк, чтобы у тебя такая жизнь была в реальности. Да и у всех у нас, надо было, вот, в солнечный день мы поехали на таком вот... Даже насрать, что он цыганский красный, ой, красный, блядь, господи, что я говорю, золотой Роллс-Ройс. Но я реально, пацаны, всем, кто меня смотрит, всем, кто ставит лайки, желаю, чтобы вот у каждого реально золотой Роллс-Ройс, и ты об этом даже не парился, ты просто вот так вот катил медленно на улицу с модными тряпками, она чуть дальше у нас, да, и там приобретал себе самую дорогую одежду. Просто реально, катим от первого лица, я вроде как правильно еду, я все время путаюсь в этом районе. Подожди, а че я нахуй... Как бы вот чел только зашел, он работает на автобусе, сука, 13 тысяч рублей, это на самом деле дорого. Но, учитывая цены вообще на донат в любом GTA 5 РП-проекте, это еще нормально, это еще по-божески. То есть, пацаны, которые играют как бы в GTA 5, у них есть бабки, хотя бы на комп, вообще, ну, в принципе, совсем другая аудитория. Поэтому цены другие, но за тряпки 13 косарей, ну, не знаю, пацаны, что мы можем купить. Почему я это решил сделать, во-вторых, потому что нам завезли новые тряпки, как бы, мода идет, и вот, люди сюда приезжают, вот, вы понимаете? Я бы, ладно, один сюда приехал, типа, и все, я на золотом Роллсе приехал. Пацаны вот на таком Мерсе приехали, вот на такой Бэхе, кстати, такая Бэха вообще практически выдавалась всем вначале, кто начинал играть на Аризоне, я в том числе. Но я не вводил промо-код, я ее не получил, блядь, хотя я одним из первых начинал на Аризоне играть, вот. И здесь же у нас вот такой Тайкан, ну, челик что-то приехал, купил и уехал. Я не знаю, а что можно было приехать вот в ЦУМ? Прям, вот дяди стоят, бабки тратят, а вы посмотрите на них, мажоры, сука, собрались. Ладно, давайте покупать, тратить 20 тысяч, ну, это, конечно, нет. Единственное, меня смущает, что здесь пацаны стоят, я как бы в общей примерочной, хотя я трачу нормальные бабки, меня вот заставляют как бы сквозь какого-то чела смотреть, ну, ладно. Что у нас есть? Можно цвета, кстати, менять, надо тоже не забыть, чтобы как бы валали цвет говно, но можно поменять. Толстовку может купить? Ну, что это за толстовка? Че она не написана? Бару. Она стоит 5 тысяч купонов. Это 2 тысячи рублей, блядь. За 2 тысячи рублей я точно такую же, блядь, куплю, я отвечаю, вот точно такую же, с такой же, сука, надписью. Это бред. А что, нормально что-то есть? Это что вообще нарисовано, пацаны? Это что за мода такая? Что здесь нарисовано? Это ЛГБТ-флаг или что, или это ЛГБТ-плюс? Короче, я не знаю, это что? Ну, типа, это же цыганщина, да? О, можно поменять, смотри, цвет. И меняется толстовка при этом, охренеть. Во, вот это норм, кстати, за пятерку. Балинсиага, да? Ничего выглядит. Мы должны нормально одеться, пацаны, и прийти в казино, потому что нас ждет там тусовка. Красная балинсиага? Нет, это слишком привлекает внимание. Сейчас посмотрим. Бля, может, тоник вообще взять? Сейчас же осень. Ох, пацаны, я буду самым модным. Но вот, представляете, если я вот в этом буду ходить, какой просто уровень Дэд Инсайда, и какой уровень просто, ну, хик-хикимору, блядь, хиканство, это просто... Бля, вот жалко, Филиппин не видит этот замечательный просто фраг. Ой-ой-ой, с красными звездами, вся всякой херней. Не, ну это, сэр, уважаемый господин, еще и с флагом там французским. О, а так, кстати, можно как корейский мальчик так одеться, да? Весельненький. 4 тысячи рублей. Ну, тут не бренда, ничего, как бы. Нет, а, ну, какой-то бренд есть, ладно. Ну, все равно не понимаю. Луи Виттон, ну не, ну это совсем уже что-то, короче, перебор какой-то. Пальмэнджелс, я только что в Пальмэнджелс пришел. Можно как монстрой еблан надеться, вот, как бы, у меня как раз золотая цепь здесь, золотые часы еще надо, и, как бы, и крутить собак. В принципе, я и есть собака, я надеюсь, все понимают эту шутку, если нет, то, в принципе, забейте. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, можно как господин такой надеться, ё-моё. Антисошел клап, ну это не. Не, ну вот моя кофта, кстати, стоит 6. Типа, в целом у меня нормальная кофта. Нордфейс уже носит, нет, пацаны? Скажите мне. Короче, я принял решение, что мы покупаем вот эту толстовку за 5 косарей. Ну, пускай она будет. Вы купили новую одежду, она была добавлена в вашу вилентарь. Вот так легко и просто мы потратили, ну, примерно сколько, подожди. 13, ну да, 2-3 тысячи рублей. Ну, за 2 тысячи 4 тысячи можно такой же купить, но это будет совсем уже другая история, пацаны. Так не делайте, по-хорошему. Нижняя одежда. Так, подожди, а я нижнюю одежду меняю, или что это? А, это футболки можно было купить, и я даже не посмотрел, какие можно. Какой я классный. Ага, ага. Бля, ну это какие-то мультики, да? Я даже не разбираюсь, что это за мультики. Да, в принципе, нахрен мне, блядь, за мультики, за какие-то деньги отдавать. Я еду в казино, ну типа, ну что я там буду с этими мультиками, блядь? Крутить рулетку, что ли? Слоты? Что я там буду делать? Меня забьют там, и еще фишки отберут мои все последние. Вот эта кофта, кстати, ничего такая. За шестерку. Ну, в целом модная, ну бля, ну что-то я не знаю, совсем она как разноцветная тоже такая. Но выглядит ярко, если что, вернемся к ней. Найк, это все я видел уже, это все было, нет новинки здесь в этом. Ну, кстати, полом можно было взять, тоже солидно, как мужчина. Штаны. А что, в обтяжку, да, все будут, я так понимаю? Ёб твою мать. А нормально будет что-то? Нормальные брюки будут? Нет, тут ни в обтяжку, ни в... А подожди! У нас сейчас будет, короче, дилемма. Потому что нормальных штанов на серваке практически не будет, да? А, ну вот есть какие-то. А, это Найк, треники. Сколько они? Три тысячи стоят? Серьезно. Бля, джинсы за полторы тысячи. Бля, вот такие же джинсы за полторы тысячи, только рублей? Да, ну, это я реально на рынке могу, вот точно такие же, сука, они. Бля, ну, пацаны, не делайте вот так, пожалуйста. Почему в обтяжку? Кто это добавлял? Он очень любитель обтянутых мужских жоп. Потому что я, блядь, другого объяснения не вижу, почему все штаны такие здесь. Походу, мои шортики, это было самое адекватное, что здесь продаётся. Еб... Что за стыд? Ну, вот это, кстати, ещё типа куда не шло. Бренд, все дела, две тысячи. А мои шортики почём были? Полторы. Ну ладно, дороже. Дороже. Штаны за трёху может приобрести? Это что, трусы? А, с волком! Это типа волчий нос, я понял. Я просто спереди не видел. Ладно, давай вернёмся к штанам позже, потому что я хочу обувь посмотреть. Новые кроссовки добавили, это очень важно, как бы. Надо какое-то новьё. Это найки у нас, а чё по цвету не меняется? Окей. Кроксы. Ну, кроксы нет. Это тоже не вариант. Нет. Вот Диор Найк, кстати, за 3500 вот это уже... О, тут ещё вот такие есть. Тут и какая-то херня, на самом деле. Это вообще пиздец. Вот эти, кстати говоря... Я бы как основные купил, я уже купил, потому что мне они понравились. Но я не посмотрел другие, насрать. Ну, потому что эти мне понравились больше всего. Хотя они не новьё, конечно. Вот эти тоже классные. Даже чуть поинтереснее, возможно. Как вам такой прикид, пацаны? Сразу минус 10 лет. Так, ну это уже не покупают, ребята. О, рюкзаки. Кстати, к слову, я не покупал ни одного рюкзака. Нормального. Или у меня есть рюкзак. Но я не бегаю ни с каким рюкзаком, так что мне нужен рюкзак. Это что вообще из какой-то игры? Что за рюкзак? А есть какой-то серьёзный? Есть какой-то модный? Ну, типа, с которым не стыдно. Вот такая сумка, например, стала бы неплохо. Или вот такая. Мне такая больше нравится, чем такая. Четыре косаря стоит. Не, ну это совсем какой-то, бля. Полицейский в штатском. Или вот такую женскую, бля, пацаны. Это по-мужски. Я отвечаю, там чихуахуа посадить ещё какой-нибудь. Какие-то походные рюкзаки. Гучи, ну это совсем нет, это уже не то. Такой портфель ещё может быть. Но как-то он школьный. А такой у меня на Редмире, кстати. Ну, выглядит неплохо. Но типа, я бы лучше переднюю какую-то сумку взял. Ладно, я куплю та, что подороже за четыре косаря. Шляпы. Что у нас есть по шляпам? А есть что-то, которое на мопсом не наденется нормально? Давайте вообще наденем и посмотрим, как мы там что-то прикупили. Потому что надо мерить по факту. Так. Использовать. Использовать. У нас это вообще по цвету подходит каким-то образом. Ну в целом, да. Типа норм. Ну-ка, сумка. А, на ваших плечах есть сумка? С каких пор? А, вот это? Это моя сумка? Её же, блядь, даже нету здесь. Понял. Потом наденем. Нам срочно надо менять штаны и надо снять маску. Потому что я боюсь, какая у меня там рожа. Ебать. Нам нужно ещё будет, короче, прическу поменять. Потому что этот кринж надо убирать. Это вообще никуда, ни в какие ворота не лезет. Штаны. Какие штаны подойдут к моему вот этому прикину? Ну вот эти, кстати, норм. Ну и я боюсь такое надевать. Во! Беленькие шорты. Пойдёт за 4 косаря. Я сразу купил, даже не думая. Может быть, был какой-то другой цвет. Но белый, это самое адекватное, что здесь есть. Штаны, может быть. Но нет. Не сегодня. Джинсы, ну можно было. Но не сегодня. Но это было бы совсем по-цыгански. Согласись, это совсем была бы цыганщина пиздец какая. Так, давай шляпы посмотрим. У нас... Сколько у нас вообще осталось? Подожди. Три пятьсот и... Сто девяносто восемь. Что? Я ещё не всё потратил. Алё. А есть маски какие-то, да? Ведь можно посмотреть. Но маски сейчас... Коронавирус уже закончился. Типа маску нет смысла покупать. Это однозначно. Очки. Семь косарей. Чего? Это самое дорогое, что здесь можно купить? Еба, у меня рожа, пацаны. А можно какому-то пластическому хирургу записаться? Что-то поменять вот в этом вот вопросе. И походу с прической вместе. Потому что головной убор здесь вообще не встаёт. Рога можно взять. Это 4 косаря. Как мило. А, я подумал, что это совсем другое. Ну ладно. Походу только тюбетейку. У меня нахрен не нужна эта тюбетейка. А есть очки для бичей? Подешевле. Я что, докидывать должен? Или маску взять? Блин, ну маска это, конечно, кринжатина. Не, ну у меня осталось 3 500. Я даже не знаю, на что их потреблять. На какую-то сраную маску я оставлю эти бабки. Во всяком случае, я уже всё сделал, чем мог. Я уже надел. Я надеваю маску. И в целом мне нравится мой новый прикид. Он такой более спокойный, чем тот. Тот был яркий. Красные штаны, всё такое. Но даже вот можно толстовку взять и надеть. То есть, как бы прикид, мультифункциональный. Надоела эта толстовочка. Надела вот эту. И смотрится всё достаточно красиво. Я не знаю, как вам, пацаны. Давайте проголосуем. Вкусы у всех разные, честно. Кто-то, блядь, хотел бы. И чтоб вот такая вот херня огромная, блядь. Вот здесь у вас на всё ебало сверкало. И чтоб такой понт максимальный был. Но я такого не хочу, пацаны. Вообще ни разу. Мне оно не надо. Ну зачем? Я же, блядь, на золотой, ёб твою мать, машине. Ну ладно, я это делал ради фарса, честно. Я тачку в золото красил ради фарса. То есть, я не ради того, чтобы там ни разу понтануться. Нет. Такого не было. А что, заводится? Нет. А-а-а. Блядь, приехал, пацаны, мажор, значит, покупать тряпки в сумму. У него бензин, блядь, слили. Но, скорее всего, у меня просто последние деньги на бензин, которые были, я потратил на машину и на тряпки. Потому что понт, как говорится, дороже денег. Как бы, ну, зачем мы всё это покупали? Для начала, по пути в казино, где там должна быть модная тусовка. Ой, я не один здесь такой, дядя. Ого, да, 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 воронка. Привет, дружище, а у тебя классная машина? Опа, ё-моё, а может, а может, покажешь, как ты выглядишь? Ё-моё, дружище, классная машина. А можно посмотреть, как ты выглядишь, какой мужчина, наверное, катается на такой машине? А ты можешь докинуть меня в центре этим движением? Алло. Можешь выйти, пожалуйста, дружище? Я хочу показать ребятам, каким солидный мужчина ездит на таких золотых машинах. Уф. Уф. А чё, сколько прикид стоит? Это шоу, блядь, в деньгах оцениваем. Сколько такой прикид стоит вообще? Ляма два, наверное. Два? Я вот сейчас, короче, 13 тысяч рублей потратил на себя. Как тебе? Говно или норм? Ну, неплохо, неплохо. Там нахуй, это чё-то так, что ли? Здорово. А ты, блядь, пацану, у ребёнок орёт там. Ебать, я поезд, что смогло бы не было. Мне показалось, это дагестанский ребёнок. О, блядь, какая машина заряжена. Слушай, а не хочешь заезд чисто вот так вот? Две золотых машины. На золотой слиток, блядь, сыграем. Сейчас, сейчас, сейчас приеду. Погоди, я сейчас вернусь. Ну, блядь, давай по пути. Мне тоже в казино дела срочно. Там, говорят, модная тусовка. Приезжай, собираются все модные, короче. Ага, все миллионеры. Я не знаю, миллионеры или... Да я продаю уже его, сейчас. А, продаёшь? Почём, кстати? Я его тоже планировал, кстати. Я его тоже планировал. Да как, блядь, почему продаются они по 29, по 30? Ты по 29 золотой хочешь, да, продать? А у тебя золото за 6 или за 3? Да, хули всем то. А золото за 6 или за 3? Да в душении его, честно. А, блядь, просто непонятно так. Ну, вроде одинаково, да? Просто непонятно так. А чё, ты хочешь продать, что ли? Ну, я тоже, блядь, вот и думал, да, сегодня продать, прикинь. Вот, будем стоять 2 золотых, правда. Будем стоять 2 золотых. Сейчас. Можешь мне позвонить через 10 минут? Ладно, по поводу продажи поговорим. А ты готов купить, да, за 29? А ты готов купить? Ну, поговорим. Сейчас, поговорим. Я сфоткал, да, на телефон, пацаны, фоткаю. Давай, сейчас приеду. Как настоящий мужчина, блядь, 40-летний. На Android, блядь. Кто мог представить, что я приеду понтануться шматьём? Твой, дружище, извини, но ты как-то чё-то очень опасно шёл. И там стоит такой же цыганский Rolls-Royce. Блядь, я думал, я один на сервере такой, ну, отпизнутый. Но, оказывается, нет. И как бы я реально сегодня проспалилю, планировал продажу золотого Rolls-Royce. Я хотел просто посмотреть, что будет, если, ну, реально начать продавать. Я нашёл покупателя уже сразу на следующую серию. Так что вот вам небольшой корешок, спойлер к следующей, блядь, серии. А пока двигаем в казик, потому что я уже сильно опаздываю. 15 минут назад должна была эта сходка быть с тряпками. Чё-то я очень увлёкся. И если я там приеду, там никого нет, это, конечно, обидно будет, пацаны. Но я реально собирался только ради этого. 13 тысяч рублей, я, блядь, не хочу, чтобы там никого не было. Чё-то... Потому что мне чел должен был позвонить. Блядь, вы мне не поверите, ну, это пиздец. Чел мне просто, ну, на улице сказал, тусовка. И там второй подтвердил. Я ей номер мой взяли, сказал, да, мы тебе позвоним. Мне, блядь, никто не звонит. Я, блядь, потратил 13 тысяч рублей. Я на панике. Я еду, блядь, даже забыл дорогу в казино, чтобы вы понимали, а? Самую важную дорогу на сервере я забыл её. Как так можно, а, ехать? По встречке. Да какая разница уже? Давай, гони. Да ебать, что тут за дороги такие, а? На золотом, сука, ролл-стройстве. 13-й царе. Ну, мне нравится, на самом деле, шмот. То есть, хотя бы позитивно в том, что я поменял одежду на сервере в кои-то веки. Потому что, ну, у меня уже приелась моя картинка так... Ёб твою мать. Кто тут досит? Ой, пацаны, звонят мне. Томас, квамбум, короче. В маньякан зовут. А я, блядь, приехал на какую-то гейскую тусовку. Пацаны, а не знаете, здесь модный сходняк сегодня? Модников. Блядь, не бать, у них машинка, конечно. С моим раустройством не сравнится, ё-моё. Ну, похоже, ну, честно сказать, что не здесь, блядь. Как-то... Слушай, не подскажешь, а здесь тусовка модных людей. Сегодня сказали, здесь сходка модников, я вот приготовился, что-то никого не вижу. Кто-то приехал, подожди. А ты на сходку модников? Подожди, тут же модная сходка модных людей, да? Нет. Как нет? Вам не сказали, что здесь. А ты не модный, что ли? Не, я не модный. Блядь. Найди мне модных, я ищу модных. О, вот это, походу, модный, смотри. Все, блядь, всем усрать для меня. Дружище, а ты модный, скажи мне? Вот у тебя модная прическа. Ты вообще серьезный, дядя. Блядь, ну, посмотрите, меня обманули, блядь. Вот здесь вот такие люди, сука, сидят. О, дружище, а здесь сходка модников? Самых модных, кто одет по-модному. Дружище, ты-то мне со сходки? Ладно, я пошел проверять вовнутрь. О, пацаны, я на сходку модников приехал. Наконец-то нашел модных людей, блядь, наконец-то. По чем стоит твой шмот, можно спросить? Ты просто вздохнул. Тысяча таицей. Тридцать рублей? Тридцать тысяч. Ну, рублей. Ну, да. Класс, у меня... А? Гаилен. Нормально, слушай, заряжено. Меня наебывает, потому что что-то не похоже, потому что это тридцать тысяч, блядь, походу этих. Ну, у него фейк, типа, я фейк, это фейк. Это не настоящий, не донатский. Подожди, какие тридцать тысяч он мне наваливает мне? Я уже поверил. Ну, она одет, кстати, классно, да, если это... Как бы класс. Персонаж у него сделан отлично. У меня просто маску надо, блядь, вот эту надевать, потому что сейчас моей мордой это вообще пиздец. Я где-то проиграл и все еще с той серии не поменял, короче. Вот она сходка. Она есть. Пацаны, ну, наконец-то я пришел. Глядь, я опаздывал. Сходка модников, она же здесь, да? Все, давай, давай. Я на сходку модных пришел, в жопку подолбиться. Кто первый? Ну, ты, получается. Блядь, я не так, нахуй, на такое подписывался. Я 13 тысяч рублей всрал, чтобы меня первым, что ли, здесь пустили. Да. Бля, пацаны, это ведь нету, что ли, никого? Нет. Мне сказали, вот в этом бутике будут тусоваться с шампанским. Пиздец, меня пацаны обманули, серьезно, я, бля, без приколов говорю. На какую хуйню я повелся? У меня есть фишки, я поставлю сейчас бабки, лям на число отвечаю. Я просто в шоке. Ну, как можно было поверить в такую шляпу? Вы мне объясните. Что какая-то... Может, она здесь и была, но она, скорее всего, закончилась очень быстро. Либо они на бассейне там уже развлекаются, купаются, блядь, мальчишки. Ну, и девчонки там тоже должны быть. К слову, блядь, не подумайте, что это уже совсем перебор, конечно, с этой шуткой ебаной гейнской. Ну, бля, как можно было вот так прикольнуться, конечно. Они мне не звонят, я без приколов говорю. Ну, этого мужчины я привлек. Здесь даже в казино никто не играет. Вы что, гоните? Так, это стол не для меня. Для меня вот этот. Мне вот на это больше везло, насколько я помню. Это что, американская рулетка? Фуфло, еще два зеро у нас здесь. Понятно, шляпа. Короче, я ставлю, знаешь, на какое число? На 28. Рядом с нулем выпадет, смотри. Чекай. Вид от третьего лица, 28. Так. Ставка 10к. У нас есть фишки? Есть. 28. И 33 можно еще поставить? Да, нормально, три числа. Ой, два числа закроем. Погнали, полетели. Сейчас. У нас 217 нахрен фишек. Подожди, а я поставил сколько? 10 всего, что ли? Что за бред? Как я мог 10 поставить, если я по 10 выбирал? Ну, насрать, посмотрим. Долго крутится. Давай. Я три спина сделаю и уйду отсюда. Отвечаю. Я тут долго засиживаться не буду. Ну, 28, 33, да? А. 36, говно какое-то заскриптованное. А, нет, я 20 тысяч реально потратил, охренеть. И мне ничего не выпало? Бля, вы что, прикалываетесь? Я два числа нормальных закрыл, 28, 33. Но 28, это около нуля. Здесь, сука, не европейская рулетка, ничего не понятно. Я вообще американскую не понимаю, не люблю. Еще два нуля, это вообще бред полный. Ну, она реально на лохов рассчитана. Не знаю, зачем американская. Ну, понятно, что это GTA. Ну, я вам честно говорю, в такую вот жизнь, если вы... А вы если? Мы уже все тут знаем, кто мы. Лучше предпочитайте европейскую с одним нулем, потому что шансы чуть-чуть получше там. По предсказуемой. 33? А, 3 просто. Так, ну раз было, у нас 36, 3. Бля, что, 34 выпадет? Или 5, да, следующим? Чекайте, смотрите. 34 и 5. Вот просто через ячейку кидает. Оно в натуре через ячейку кидает. Смотри, 33. Ой, 34 и 5. Ага, 33 сейчас выпадет. А, подожди. 5, опять стоит. Все, нормально, это последний спин. И выходим. Я очень много фишек потерял. Напоминаю, 10 тысяч фишек, это вроде как... 1 лям, да. Я 2 ляма, а то я сейчас на спин ставлю. 2 нахрен ляма? Че, серьезно? Не, это жестко. Это жестко. Не, так мы не будем поступать больше. Не, 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 я хочу 2 бабки вернуть. Че значит минус 20 тысяч? Че выпало-то? Ох, рядом с 5, я угадал, блядь, 17. 32 и 7, давай, последний раз. Я не верю, блядь. 5 стояло. Я рассчитал, что будет та ячейка магниты, блядь. Эволюшн гейминг какой-то. Я отвечаю, пацаны. Если кто-то сейчас посмеялся с Эволюшн геймингом, завязывайте, блядь. Не, ну я модник, конечно, огородник. Я все, блядь, еще в казино пришел, пиздец. Меня просто завели за скамить, подожди. Я понял, надо выходить срочно отсюда, все. Но оно из-за 17 упало, я не могу сейчас из-за этого. Блядь, это просто было угадано. Давай. Да оно так же, туда же падает. Ну, да-да, катись, катись, катись. Уйди в пизду. Все, пацаны, ставьте лайк. Я оделся по-модному. Все, модный приговор. Блядь, провалился. До скорых встреч, пока.